Ксения 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 Уважаемые участники этого митинга, наш кооператив действительно создан очень давно, больше 7 лет назад, в 2012 году, прошу прощения. Наш кооператив создавался необычно, его учреждали, ориентировали и создавали этот кооператив люди очень высокого ранга и статуса. Выше только председатель правительства и президент Российской Федерации. Это были люди из правительства Российской Федерации, из краевой администрации, городской администрации, руководители других подразделений, например, в грузах, научных учреждений, сотрудники которых вошли в состав этого кооператива. Нас агитировали очень активно стать пайщиками кооператива. Нам обещали, что в 2014 году мы будем жить уже в новом нашем жилье. Люди поверили в возможность улучшения своих жилищных условий. Люди поверили тому, что когда кооператив организует руководители, официальные лица, которые высокого уровня и ранга, это является гарантией от обмана, это является от других неприятностей, которые случились с обманутыми дурщиками и пайщиками по всей нашей стране. Доверяя руководителям, люди массово стали вступать в кооператив, стали приносить многомиллионные авансы. Для этого обращаться к займам, обращаться к ипотечному кредиту. Многие принесли материнский капитал, многие продали единственное жилье ради того, чтобы вот эта перспектива улучшения жилищных условий стала реальностью. Прошли годы, и мы увидели, что мы ошиблись, что мы разделили участь обманутых дурщиков и пайщиков, которые страдают по всей нашей стране. Мы стали обращаться в разные инстанции, мы писали десятки, уже, наверное, сотни всяких писем и обращений предприняли в разные органы нашей власти, и местной, и государственной. Но мы собираемся, периодически проводим митинги. Но все это бесполезно. Нас никто не слышит. Наша стройка стоит. Перспективы стать обладателями жилья и улучшить свои жилищные условия у нас остается очень и очень призрачной и туманной. Наши права нарушены. Мы оказались в трудной жизненной ситуации. Мы столкнулись с системой, которая защищает не тех, кто обманут, не тех, кого обманули, а тех, кто обманывает. Эта ситуация очень сложная. Трудная жизненная ситуация. Для многих из членов кооператива это настоящая трагедия. И поэтому мы здесь. Поэтому мы будем отстаивать свои права, которые нарушены. Нарушение прав такого откровенного, такого безнравственного не должно быть ни в одной цивилизованной стране. Такого не должно быть в правовом государстве. Такого не должно быть в городе Владивостоке. Такого не должно быть с нами, на острове Крусский. Поэтому мы будем продолжать бороться. Мы будем бороться до тех пор, пока наши права не будут восстановлены. И мы очень обеспокоены тем, что декларируемая территория опережающего развития остров Крусский никогда таковой не станет при таком отношении к людям. Мы победим. Спасибо, Надежда Савловна. Действительно, по делу рассказала про наши проблемы. А проблем-то у нас было много. И одна из них – это недобросовестный генподрядчик, который начал строить наш поселок в 2016 году. Это строительная компания «Аркада». И подробно про то, как это случилось, расскажет человек, который знает про это все. Это председатель жилищно-строительного кооператива «Остров», кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник дальневосточного отделения российской академии наук Нагорный Иван Григорьевич. Здравствуйте, коллеги. Да, небольшая историческая справка о том, как это все начиналось. Если вы помните, сейчас я циферки найду, чтобы рассказать о текущей ситуации. Значит, строительство началось активно в 2015 году. У нас был залог генподрядчик. Если вы помните, начали с реализации первого участка. Однако в 2015 году РЖС стал АИЖК и на общем собрании в декабре 2015 года нам было рекомендовано сменить генерального подрядчика, если вы помните. И при этом говорится о том, что АИЖК рассмотрит вопрос о выделении безобъездной финансовой помощи. Однако мы можем не прислушиваться к рекомендациям, но и тогда без безобъездной финансовой помощи нам не видать. Кооператив «Расторг договор» с залогом подрядчиком. Новым генподрядчиком по конкурсу был выбран нового ФСК «Аркада». При этом АИЖК всечески рекомендовал заключить договор именно с этой компанией. Также мы расстались с нашими проектировщиками по рекомендации АИЖК и заключили договор на проектирование с единым генпроектировщиком новой архитектуры. Новый договор будет заключен в 2016 году. При этом стоимость всех работ составила 1 миллиард 963 миллиона рублей. При заключении договора АОСК «Аркада» взяла на себя добровольно, взяла на себя обязательство выполнить работы за 0,86%. То есть общий ценоконтракт составил 1 миллиард 680 рублей при авансировании 30%. В 2017 году Дома РФ выполнил свои обещания, предоставил безозвездную финансовую помощь, но при этом сотрудники Дома РФ настояли на том, чтобы первый транш был немедленно переведен к генеральному подрядчику в полном объеме. На возражение членов правления о разумности такого шага не были приняты к рассмотрению. Таким образом, авансирование по договору на строительство внутриквартальных сетей составило 356 миллионов рублей или 60% от цены договора. А авансирование на строительство подъездной дороги состояло 158,5 миллионов рублей, целых 8% от цены договора. Это уникальное условие, если вы спросите строителей, никто никогда такие авансы не платит. Совершение строительства было запланировано на 2018 год. Таким образом, генеральный подрядчик получил значительные суммы аванса от ЖСК «Остров» и АО «АИЖК». И при размещении этих средств на банковских депозитах, полученный прибыль полностью покрывает затраты подрядчика на непредвиденные дополнительные работы, которые мог возникнуть в ходе реализации объекта. Собственно, с этой целью такие большие авансы и выдавались, и договоренности были такие. Однако, после подписания договора с фиксированной ценой, генеральный подрядчик стал требовать пересмотра локальных смет и платы дополнительных работ. Центр работ был удовлетворительным только в 2016 и в начале 2017 года, затем начал неукраснительно снижаться, и к августа 2018 года стройка практически остановилась. Вы все неоднократно были свидетелями на общих собраниях с органами власти. Правление Аркады неоднократно заявляло о том, что денег в совершении всех работ хватает, они остаются в пределах сметы. Только в декабре 2018 года руководство признало, что сметы у них не укладываются. Для завершения строительства необходимо дополнительное финансирование в размере 300 миллионов рублей. Если вдруг делать что-то такое незаконное, то спокойно можно разбить и высадить. В управлении и общее собрание ЖСК весной 2019 года решило расстаться с компанией Аркада и взыскать извлеченные уплаченные авансы, включая прибыль Аркада отказалась. Поэтому мы в настоящий момент подали три иска. На настоящий момент в арбитрарном суде Приморского края находятся три иска. Первый – это по договору на средства жилых домов на сумму перечисленных авансовых платежей, неустойки, а также процентов за сложность жилья денежными средствами в общей сумме 811 миллионов рублей. По договору на средства антиквартальных сетей в качестве авансовых платежей, неустойки, а также процентов – 416 миллионов рублей. И по договору на средства городской дороги сумма иска составляет 175 миллионов 900 тысяч рублей. Дела о взыскании задолженности по договорам на средства жилых домов и инфраструктурных сетей – единое дело. Программа на средства, 14.10.2019, ответчиком Аркадии в ходе судебного разбирательства по проведенному выше делу заявлено ходатайство о проведении судебной строительной экспертизы, которая на настоящее время не осмотрена судом по существу. Цель проведения экспертизы – это определение объема выполненных работ и соответствия этих работ в условиях договора. Очередное судебное заседание назначено на 17.12.2019 года на 4 часа. В случае назначения судебной экспертизы дело будет рассмотрено в суде первой инстанции не ранее конца лета 2020 года в связи с дыкинским проведением экспертизы, а также большим объемом исследуемого объекта. В случае, если судом будет отказано в проведении судебной экспертизы, разбирательство в суде первой инстанции будет окончено ориентировочной феврале марта 2020 года. Исковое заявление по договору на строительство подъездной дороги поступило в арбитраж. В настоящий момент решается вопрос о принятии производства, что будет сделано не позднее 27 декабря этого года. В целом судебное разбирательство по этому вопросу в суде первой инстанции будет окончено не ранее конца весны 2020 года. Таким образом, я назвал суммы около миллиарда рублей, которые должна Аркада. И перспективы скорейшего разрешения в арбитраже не существует. То есть, как минимум на год, потом обжалование. То есть, мы уходим в очень длительные судебные процессы. И даже если Аркада будет присуждена арбитражным судом вернуть деньги, это будет обжалование, требование снизить и тому подобное. В связи с этим, актуально очень вопрос, как нам достроиться. И первоначально договоренности Дома РФ были о том, что мы переводим деньги на номинальный счет. Этих денег достаточно для того, чтобы пройти проектные, выполнить проектные решения, сделать сметы, а также продолжить строительство. Осенью этого года планировалось, что Дома РФ выделить первый транш на то, чтобы мы могли бы войти в зиму. Остатки уже финансовой помощи новой будут перечислены после прохождения государственной экспертизы, чтобы попасть рубль в рубль. К сожалению, этот план не реализовался, и в настоящий момент строительство практически остановлено. На стройке находится не более 30 человек, выполняется только отдельный видоработок. Спасибо, Иван Григорьевич. Ситуация действительно очень трагичная, и самое печальное в ней то, что за всем этим наблюдают наши дети. Наши дети, которые успели родиться, вырасти и пойти в школу. Наши дети, которым мы обещали велосипед, потом, когда будет дом. Наши дети, которым мы обещали кошку, собаку, потом, когда будет дом. Которым мы обещали поставить пианино, и не только. И они видят наши страдания, они видят наши избывшиеся надежды. И сегодня здесь они с нами, и они тоже хотят помочь, и поэтому расскажут свой стих. Давайте поддержим наших детишек. Я хочу построить дом. Я хочу построить дом, чтобы его окончен, открываясь, как глася, смелый каплищадься. Я хочу построить дом, чтобы из окончика спелых яблок аромат собирать ладоши. Чтобы дома круглый стол, собирать всех вместе, чтобы пузыря-то сорвать был на нужном месте. Я хочу построить дом, а на крыше гонку, чтобы кататься с ветерком, кто быстрее до гонки. Чтобы летом в пруд лететь, а сих мой сугроб, чтобы от радости запеть захотелось, чтобы... Я хочу построить дом. Молодец. Доставай бумажку, читай. Молодец. Я хочу построить дом рядом в пруде листый, чтобы купаться в нем любил месяц серебристый, чтобы тропинки от кельца по грибы ходили, чтобы, как в сказке, всей семьей дружно жили-были. Я хочу построить дом там, где звезды рядом, чтобы огромный мир обнять сердцу, мыслью, взглядом, чтобы созвездия открывать и дарить любимым, чтобы знали, как они мне необходимы. Я хочу построить дом со друзьями вместе, жарким песеным костром создавать по месте, чтобы искорь... Отпускать мечту свою голубые дали, чтобы искорь и души золотом сверкали. Я хочу построить дом там, где счастлив буду, где любовью окружен будет каждый всюду. Рядом с домом посажу, тревогом, чтобы питалась она сила и живой. Я хочу построить дом с пчелками, чтобы они метком смогут метком поделиться. Приглашу пожить козу, курочек, лошадку и, конечно, посажу овощную грядку. Я хочу построить дом, и его построю, все мечты свои о нем воплощу, раскрою. Доброту, тепло, любовь по земле рассею и стопнет свободно вновь юная Россия. Здорово! Давайте громче поддержим наших детишек и подарим вам сладкие подарки. Спасибо, ребят, вам большое. Мы будем стараться ради вас, мы будем стараться построить наши дома как можно быстрее, чтобы в следующий раз ваши стихи звучали во дворе ваших домов. И следующий на этой сцене выступит Екатерина Анатольевна Зубанова, старший преподаватель школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Многодетная мама, человек, который по двум параметрам подходит под то, чтобы получить это социальное жилье, и бьется из последних сил. Человек-активист, участвующий во всех наших мероприятиях. Катя, вам слово. Добрый день, дорогие коллеги, соседи. Я обращаюсь к вам так и именно так, потому что я надеюсь, что мы будем с вами соседями, мы будем жить с вами бок о бок и радоваться жизни. Соседи, спасибо всем, что вы приходите, поддерживаете, что вы боретесь с нами за справедливость. Нам нужны эти дома, мы требуем помощи. Мы просим исполнение директивы правительства за подписью Дмитрия Медведева под номером 8314ПП13 от 13 сентября. Мы просим у наблюдательного совета, у Константина Чуйченко и Александра Плутника, рассмотрите наш вопрос, помогите нам, настройте наши дома. Мы ждем вашего решения. Нам некуда идти, мы не знаем, что делать. Мы в замешательстве. Что нам делать и как нам быть, мы не знаем. Соседи, коллеги, собравшиеся здесь, я призываю вас сегодня подписать коллективное письмо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Пишите письма, не отчаивайтесь. Подпишите резолюцию. Просто так не расходитесь, пожалуйста. Мы верим, что у нас все будет. Спасибо, Катя. Большое спасибо за эмоции, спасибо за речь. Действительно, эмоции переполняют, потому что те обещания, которые были даны нам много лет назад, и те заявления, которые были сделаны в сентябре этого года, обнадежили нас. И после таких громких слов о выделении финансовой помощи, узнать, что этот Новый Год мы опять встретим без наших домов, и сказать об этом нашим детям действительно очень печально. И сейчас я приглашаю на эту сцену кандидата политических наук, начальника учебно-военного центра ДВФУ, Прохора Виктора Ивановича. Человека, который тратит очень много времени на добровольных началах, душой болеет за каждый разрушающийся дом и уделяет много времени нашему кооперативу. Он расскажет нам еще раз о том, как мы здесь оказались и с чьей помощью. Добрый день. Мне очень приятно вас видеть, но очень бы хотелось бы видеть вы перед Новым Годом возле своих домов, где мы бы должны, и нам обещала Дом РФ в лице заместителя Дома РФ Филиппова и Розова, что мы Новый Год встретим в своих домах. Мы их опять не встретили, то есть опять переходят на следующий год. Что же получилось и почему я здесь? Я преподавал и заведовал тремя капельными Дальевосточным государством в Техническом университете. Началось объединение четырех университетов в городе Владивосток. И, конечно же, было смятение. Или слушать старших преподавателей, профессоров и уезжать с Владивостока. Уезжать отсюда куда-нибудь в Санкт-Петербург, в Москву. Все говорили, да не получится у них ничего. Не будет, да фу, оно будет загнивать. Не построят вам жилье, ничего не сделают. Нет, верилось все-таки и очень хотелось, чтобы оставаться здесь на Дальнем Востоке. Начал убеждать своих детей, двоих дочерей. Естественно, они повзрослели, вышли замуж, у них появились мыжья, дети. Ну и дочь, видя, что у нас такое положение, ушла в строительный комплекс «Олимп». Это на Грибоедово-46. Как вы знаете, он строится с 2009 года и до сих пор не построен. Ну, сейчас, кажется, выделили деньги на достройку. А теперь с них опять требуют деньги, но уже по новым сметам, по новым ценам. Мы же тоже идем по этому пути. Мы идем, и нам говорят, вы же сейчас сделайте экспертизу, заплатите за сметы, выясните цены ваших домов, и потом определимся, и дальнейшее будет строительство. Это капкан, который нас зазывает. Есть постановление правительства. Оно есть, и оно было, и перед Восточным экономическим форумом нам его дали. Оно прозвучало во всех устах, было выделено. Так что же получилось? Почему строительство остановлено? Что же дальше делать? Оказывается, был избран новый председатель наблюдательного совета. Чучейко. А кто это такой? До этого первый заместитель правительства. Очень высокий человек, умный. Родился в прокурорской семье. Продолжал прокурорской. Родился в ФСБ, был в первых рядах, и был наблюдательным советом амурского тигра. Итак, вдруг появляется год тому назад, что рядом с нашим жильзка островом должен построиться сафари-парк. Товарищи ученые, товарищи экологи, ну где вы? Где на русском острове, когда вот были тигры? Ну никогда их не было там. С чего это вдруг сафари-парк, там где построена вся инфраструктура для жильзка остров, вдруг появился, и все говорят, сафари-парк нужно построить. Да только для одного тигра, чтобы его прокормить в год надо 70 копытных. Они живут в уссурийской тайге, есть целый заповедник. И вдруг все начали говорить. А кто же там председатель? Кто его ведет туда? Кто завлекать начал в Бухте Новик? Опять же, люди, люди, которые не представляют и не знают, как ведет строительство. Кто находится здесь? Какой климат? Где животные живут? Есть великий управляющий Дом РФ, Розов. Он здесь с нами спорил в июле месяце. Вы помните, каждый месяц сюда приезжал представитель нашего Дома РФ. Он же как говорит, да мы все построим, деньги выделены, все у вас решится. Где сейчас Розов? Он только отвечает на наши письма. Как вы думаете, вот этот вот чиновник Розов, он сможет сказать правду тому же председателю наблюдателя на Совете Чечейка? Он будет изворачиваться, врать, будет валить все на нас, на неумелое руководство или на строителей. Надо выходить на контакт именно с губернатором, который должен быть выслушать нас. Не давать отписки, а выслушать нас. И наш митинг должен быть обращение к губернатору. Остановите, не надо делать сафари-парх. Вам жители Тариса, жители ЖСК Остров, да вообще жители Владивостока сказали. Есть рядом Уссурийская Тага, стройте там, делайте там. Ну не идите вы на конфликт с жителями ЖСК Остров. Так к кому же жить? Профессорам, которые должны учить и преподавателям в ЖСК Остров? Ученым, многодетным или тиграм? Я очень прошу, я готов разговаривать и выходить на разговор и с губернатором, и ехать в Москву. Хоть завтра, хоть послезавтра, только пусть примут. Два года тому назад я пообещал к оперативу ЖСК Остров, что я войду в него, займусь оптоволоконной связью, вообще займусь этим моментом. Чем больше я вижу, тем больше мне становится хуже. Я перенес три операции. Если я что-то невнятное говорю, простите, потому что я уже инвалид второй группы. Мне тяжело, но мне нечего бояться. Я могу в лицо высказать всем, что они делают. Первое. Неумелое руководство, тупое, безобразное, розовое. Розовое надо убрать. И всем должно сказать, что этот человек, человек завел в тупик программу ЖСК Остров. Он же у нас был. Надо его убирать. Если есть какое-то мероприятие, можно решить между Сафари-парком и ЖСК Островом, давайте вместе садиться за переговоры, давайте вместе решать вопросы. Но не уходить от них, чтобы не было конфликта. Мы заложники. Сначала у нас было красное деревье, деревья. После у нас был застрочник. Потом у нас были старинные раскопки. Но теперь у нас амурский тигр становится поперед нами. Я готов идти и общаться со всеми. Прошу меня поддержать. Виктор Иванович, спасибо вам большое. Берегите, пожалуйста, себя, потому что без вас мы точно не справимся. И Виктор Иванович, перенося сложную, тяжелую болезнь, оставался с нами, всегда нас поддерживал, и мы ему за это благодарны. И в следующий, на эту сцену я хочу пригласить человека, который всей душой также болеет за нашу ситуацию. Человека, который действительно оказался в той сложной ситуации, продав свое жилье, поверив во все обещания. Это Карелина Алина Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета. Человек, который организовал сегодняшнее мероприятие. И мы за это благодарны. Вам слово, Анатольевна. Спасибо, коллеги. Я преподаватель ДВФУ. И я бомж. У меня была трехкомнатная квартира. Я поверила господину или барину Швалову. Я поверила этим людям, которые сказали, продавайте свое жилье, переезжайте на остров, вам будет удобно работать и жить. Моя дочь закончила в Санкт-Петербурге обучение. Она сейчас не может сюда приехать. Если здесь негде жить, мы уйдем в однокомнатной квартире и платим за нее бешеные деньги. Господин Чуйченко, моя семья не бумажка, которая приклеилась к вашему дорогому ботинку. Моя семья и мои дети – это люди, которые требуют к себе уважения. Я требую, чтобы наш поселок был достроен. Алина Анатольевна, спасибо вам большое, что вы действительно не боитесь выходить и говорить об этом. И заключительная речь сегодня достается Ващенко Марине Александровне, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Человек, который написал десятки текстов, тех самых писем, которые мы с вами каждый месяц подписываем, отправляем, и которые нам спускают, не написав ничего толкового, да, какие-то отписки мы получаем взамен на наш труд, на наши потраченные силы. Марина Александровна, давайте последнее, заключительное слово, чего мы хотим, чего мы требуем. Эдди, трудно выступать после столь эмоциональных высказываний. Я полностью разделяю все чувства, которые здесь были так ярко высказаны. Но немного хочу все-таки сказать о связи между нашей проблемой жилищной и уровнем развития науки в стране. Вы уж извините меня за такой немного научный анализ. В последние годы государственные деятели разного уровня очень много говорили нам о важности науки и образования для развития экономики страны и общества в целом. Много проведено реформ, направленных на повышение эффективности работы ученых и преподавателей вузов. Вот только результат не достигнут. Россия по уровню образования и науки отстает от лидирующих стран. По индексу образования наша страна на 32 месте. По уровню активности научной, оцениваемой по количеству публикаций в престижных журналах, на 10 уровне мы отстаем по этому показателю в 10 раз от лидеров наших соседей Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки. Недавно президент Российской Академии Наук Александр Сергеев отвечал на вопросы, как вернуть престижность науке, как остановить отток специалистов из страны. И он сказал, по-моему, очень важную вещь. Он сказал, что настоящему ученому не важны сверхприбыли. Ему для того, чтобы заниматься своим любимым делом, нужно лишь то, без чего он не может обойтись. Ему нужен уровень достойного существования. И прежде всего это жилье. А вот жилищная проблема для ученых, для преподавателей университетов не решена в России. В Китае дают ученым бесплатное жилье. В России нет. Я хочу рассказать вам одну историю. Я работаю в ДВО РАН уже более 40 лет. И могу сравнить отношения к жилищной проблеме, которая была у государства в Советском Союзе и которая есть сейчас. Моему институту исполнилось... Вот в январе 2020 года исполняется 50 лет. Это значит, что еще 50 лет назад государство решило, что биологию обитателей Великого Тихого океана нужно изучать. И сюда, во Владивосток, из Ленинграда, приехал ученый-энтузиаст Алексей Викторович Жермунский. И он создал сначала институт, а потом... Сначала отдел, а потом институт биологии моря. Он пригласил биологов из Ленинграда, Санкт-Петербурга, другие города в европейской части. И они приехали, потому что им была гарантирована очень интересная работа, как главная для ученого, и бесплатные квартиры. И эти ученые остались в Владивостоке на многие-многие годы. Они стали докторами-академиками, они читали лекции по биологическим специальностям и создали новые специальности. Они создали свои школы, и многие их ученики до сих пор работают в университетах Владивостока и в институтах Дальневосточного отделения РАН. И они работали и работают здесь потому, что им тоже давали квартиры. Не сразу, всем, по очереди, но каждый из нас знал, что рано или поздно мы это жилье получим. И вот я задаю себе вопрос. Возможно ли повторение вот этой истории великого созидания в области науки в настоящее время? И с горечью отвечаю сама себе – нет. Потому что в стране нет действующей программы поддержки науки. Несмотря на все громкие слова, всевозможные концепции, программы, и бог знает что – этой программы нет. Вот передо мной мои коллеги рассказывали о печальной ситуации, в которой мы находимся, мы в ЖСК Остров находимся уже 7 лет. Это очень амбициозный проект, созданный при участии государственных деятелей самого высокого уровня, при финансовой руководящей помощи Дома РФ. И к чему мы пришли 7 лет ни денег, ни жилья, ни помощи в обозримом будущем. Больно и горько. Не только за нас, за таких, как я, ветеранов. Нас много в ЖСК Остров. Но еще горше и больнее за молодых людей, которые вот вместе с нами строят свое первое и единственное жилье. И которые вот именно сейчас решают вопрос о том, остаться им здесь или уехать в Европу, за границу. Бог знает, туда, где их больше любят, где их больше ценят. И вот ради них я хочу обратиться к губернатору края Олегу Николаевичу Кожемяка, к полномочному представителю администрации президента на Дальнем Востоке Юрию Петровичу Трутневу, к ректору Дальневосточного федерального университета Никите Юрьевичу Анисимову, к председателю президиуму ДВО РАН Валентину Ивановичу Сергеенко. Вы наши сограждане. Вы должны нас защищать. Вы нам это обещали в своих предвыборных программах, на своих встречах с избирателями, с научно-педагогической общественностью. Так докажите же нам, что ваши слова не расходятся с делом. Постройте поселок. Не дайте разочароваться молодым на всю оставшуюся жизнь. И не дайте нам уйти из этой жизни обиженными, оскорбленными, обманутыми. Марина Александровна, спасибо вам. И это действительно обидно, что вместо того, чтобы заниматься наукой, мы с вами стоим здесь, мы с вами создаем петиции, пишем тексты, мы пишем письма. Мы тратим время не на то, что должны тратить. Мы должны тратить на наших студентов на науку. И большое еще раз вам всем спасибо, что вы пришли. И может быть нас не так много, но если мы не сдадимся, я верю, что в итоге свои дома мы построим. Но хочется, чтобы это случилось как можно скорее, ведь ждать уже нет сил. И на этом наши выступления запланированы и закончились. Но если вдруг среди вас есть человек, который хочет поделиться с нами своими эмоциями, ждем возле микрофона. Спасибо. У нас есть желающий выступить родственник пайщика ЖСК «Остров» Самсонов Артем Анатольевич. Здравствуйте, товарищи, друзья, друзья по несчастью. Я Самсонов Артем Анатольевич. У меня отец мой, профессор ДВФУ, инженерной школы. Тоже дом строится, не достроен. Ну такой же, как, наверное, мы все попали вместе с ним в это болото. Ну а какая причина всего этого? Какая причина? Потому что у нас, у власти, люди находятся абсолютно недееспособные. Они не способны ни на что, кроме того, как набивать свои карманы. Грабить, обманывать людей. Жить хорошо, да? Вот, тут я собачку видел, да, похоже. Он шувал, а собачки летают самолетами на выставке в Европу. Это он может организовать. Да, он может купить себе, позволить квартиру в Сталинской высотке, которая весь этаж стоит так, как весь наш ЖСК «Остров», все весь вместе. У нее только одна квартира стоит. Это он может. А решить вопрос, хорошая идея, правильная, преподавателей, преподавателей, которые и так, на самом деле сейчас, в настоящих условиях, ну настолько обделенные, настолько тяжело им жить, учить, готовить документы, преподавать и получать нищенскую зарплату. Хорошая была идея. Построить это ЖСК «Остров», построить отдельные дома преподавать. Но с этим не могут справиться. Не могут. Техника не уйдет. Да, и накал от страстей. Не работает. Не работает микрофон. Мы слышим? Слышим, хорошо. Это какие-то специальные, наверное. Это не очень. Конечно, у нас тут более 300 собственников. Каждый, это не один человек, это 2-3 человека, как минимум. И, конечно, должно быть собираться тысяча человек. Люди, они во многом не верят. Не верят, что можно сейчас добиться. Я, как депутат, когда это собрание, как коммунист скажу, что на самом деле мониторят ситуацию с митингами и смотрят, и боятся. Боятся, если не отвечают. За каждый митинг как считываются. Я думаю, правильно, что есть стильная группа, кто собирается здесь. Потому что вы собираетесь, что вы собираетесь. Выходим. Обязательно нужно... Резолюцию. Обязательно готовят резолюцию. Отправляют. Отправляют в Москву. Да. Конечно, мы, получается, жалуемся им же, на них же. Но другого выхода у нас нет. Мы не призываем к революции, мы не призываем перекрывать дороги, но они доводят людей просто до точки. Действительно, кто-то здесь выступал, а женщины продали квартиры, думали жить в новых чистых, конечно, домах. И не дают. Нет. Все, остались без дома. Без дома, без... Не могут детей, чтобы дети приехали, из Петербурга жили. Это же, ну это, по-моему, это безобразие. И власть, на самом деле, она самоустранилась. Просто самоустранилась, и все. Негатив. Это типа, ваши проблемы. Нет, господа хорошие, это не наша проблема. Вы, вы здесь для того, чтобы решать наши проблемы. А если вы не решаете наши проблемы, то надо говорить, тогда пошли вы вон отсюда. Зачем вы нам нужны такие? Спасибо. Власть нам обещала. Значит, от власти надо требовать, обещала, должна сделать, не сделала, пошла вон. Пошла вон отсюда. И мы должны договорить. Для этого мы должны, мы должны с вами требовать, надо выходить политическим требованиям. А этого они боятся. Они боятся реально настоящих политических требований. Требовать от Путина. Не можешь обеспечить. Ты гарант Конституции. Ты гарант наших прав и свобод. Не можешь это гарантировать. Уходи сам. Любая задача любого руководителя, это не самому что-то делать, а поставить человека, человека, который будет заниматься проблемой. А если ты не способен поставить нормальный человек, если ты ставишь жулика и вора в городе Шувалова, то у тебя, конечно, вся работа будет завалена. Но отвечать будет не Шувалов, отвечать должен ты. То есть отвечать должен Путин. Правильно плакат есть про Путина. Вот Путин, помоги. Обращаться к нему, писать ему, требовать от него. Он главный. Он гарант. И пускай он призывает к ответу уже своих ставленников, в кого он поставил работать. Но не нужно. Правильно сказали, что не должен преподаватель, должен учить студента. Ученый должен заниматься наукой. Он не должен заниматься стройкой. Правильно было идея, что построили дома, сдали. Сейчас нужно, что преподаватели, учителя, ученые шли сами себе. Штукатурили, красили. Так даже, даже этого не дают. Даже здесь не дают, потому что отгородили стройку, делают отдельно, никого не пускают. И вот так вот, в эти годы было, было так. То есть, вроде как бы делается дом для вас, но вас туда не пускают. Я сам приезжал, депутат ЗАГС, приезжаешь, нет, нельзя пройти, надо куда-то созваниваться, чтобы посмотреть. Отдельно как-то строят, непонятно, куда, как деньги расходуются. В итоге, пришли к результату. И сейчас непонятно, кому хуже. В первую очередь, дома построены, замерзают, штукатурка отваливается, стекла выбиты, другие, то есть, уничтожают, умирают потихоньку. Другие дома, еще не построены. И непонятно, кому хуже всем. То есть, всем просто хуже, плохо. Народ обманули, 2 миллиарда рублей, украли, возвращать их никто не думает. И все делают, видят, что это не наше дело. Дипа, ваши вы сами занимаетесь, сами занимаетесь, но при этом тоже, сами заниматься вы тоже не можете, потому что земля не в собственности, это все не ваше, все не ваше, вот мы вот отдельно. Просто у власти абсолютно бесполезные, бессмысленные, недееспособные люди, которые не готовы, не способны ничего решать, ничего делать. Спасибо, у нас есть резолюция, когда мы рассчитаем. Спасибо, что дали слово. Мы тоже, при блоге, много впечатлений. Большое спасибо за выступление. Резолюцию мы зачитаем чуть попозже. Я хочу напомнить, что сейчас среди вас где-то ходит письмо Владимиру Владимировичу, которое мы в очередной раз подписываем. И действительно, мы пытаемся достучаться до президента уже целый год. Мы снимали видеообращения, очень качественные, красивые, но они не прошли. Мы писали коллективные письма, мы писали индивидуальные, но почему-то президент до нас так и не добрался. Хотя был, буквально в километре, был на саммите, мы приглашали его, но он не пришел. И сейчас некоторые из наших пайщиков хотят выступить с песней. Как ни странно, в этой ситуации отчаяния во многих из нас начинают рождаться творческие таланты. Кто-то рисует, кто-то пишет стихи. И вот сегодня некоторые хотят спеть. Пожалуйста. Вы вором! Все, кто хочет петь, пожалуйста, поднимайтесь. Коллеги, не то, чтобы я очень сильно хочу петь, я предлагаю петь все вместе. У вас у всех в руках есть текст. Есть текст? Да, да. Нас должно быть слышно, не меня, именно нас. Я бы вообще лучше бы в микрофон не подходила, бы не пела. Вот. Поэтому поем громко, без музыки, как говорится, акапелла. А тот работает? Тогда приходите, поднимайтесь сюда, будем все вместе петь. Я так буду, на вас тут. Давайте все вместе, чтобы было видно, как нас много. А то мы распределились и ощущение, что нас меньше. Нас действительно сегодня ну больше ста, это точно. Весь покрытый плесенью, абсолютно весь, остров невезения в нашем крае есть. Остров невезения в нашем крае есть. Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. Там живут счастливые лица и коты, пальчики наивные, берет без мышцы. Пальчики наивные, берет лишь мечты. Там живут счастливые лисы и коты. Все, что они сделали, скоро сгинет прах. Остров невезения тонет на глазах. Отром невезения, домик на глазах Все, что они сделали, скоро сгинет в прах Стройка встала в холоде, глаз не подведен Дома рэпу молятся, помоги рублем Стройка встала в холоде, глаз не подведен Вроде не безумные и могли бы жить Власти в обещание взять и воплотить Власти в обещание взять и воплотить Вроде не безумные и могли бы жить Но денежки растаяли и их уж не вернешь Ученые наивные, миром правит ложь Но денежки растаяли и их уж не вернешь По такому случаю с ночи до утра Мыслят благодетные и профессора Попрошают бедные и клянут беду Где какой построимся и в каком году Министерства разные пишут много грез Про развитие планов грамоте Остров русских флагманов будет планов и Что-то мне не верится, я равноверно псих Вроде не безумные и могли бы жить Нам бы лишь доверчивость взять и отменить В садах мы наслушались, стыдным и лапшой Хоть тебе пожмите нас, будет шум большой Спросим у Шувалова, остров будет, нет? Спросим Сидзинпина, может даст совет? Ах, остатки стихрани для ТВ важны Только люди здесь похожи не нужны Спасибо, здорово Я сейчас зачитаю резолюцию На этом мы, наверное, закончим Резолюция митинга ШСК Остров Состоящую вовсе 15 декабря 2019 года На привокзальной площади города Владивостока Итак, цель митинга Привлечь внимание властей и граждан города Владивостока К сложной ситуации, сложившейся со строительством Жилого поселка на острове Русский Для преподавателей ДВФУ Научных сотрудников ДВОРА И многодетных семей Владивостока Мы, участники митинга И члены жилищно-строительного кооператива Остров Заслушали выступления Председателя управления членов ЖСК Остров О сложившейся на данный момент ситуации Со строительством поселка В настоящее время Строительство домов ЖСК Остров заморожено Недостроенные дома разрушаются Строительство компании Аркада Велось с нарушением технологий В результате чего Многие дома с мокрыми покрытыми плесенью стенами У нас нет денег на завершение строительства И даже на его консервацию Нет денег на ремонт разрушающихся домов Четверть членов кооператива Не имеют собственного жилья Треть выплачивают проценты по ипотеке и кредитам Среди нас есть многодетные семьи Ветераны войны и труда Инвалиды Треть населения будущего поселка Дети Четверть пайщиков по реестру На данный момент Молодые специалисты Преподаватели и ученые Как им жить без веры в государство Чему учить своих детей и студентов В кооперативе 44 вакантных жилых помещения Но новые пайщики к нам не идут Не верят в успех нашего проекта В коллективе нарастают напряженности Панические настроения Отсутствие финансирования строительства ЖСК Остров со стороны Дома РФ Неизвестно приведет к провалу нашего проекта Что причинит значительный вред репутации Дома РФ Администрации Приморского края Правительства Российской Федерации И поставит под угрозу реализацию Концепцию развития острова Русский Утвержденной правительством РФ Во исполнение поручения президента План реализации, который недавно был утвержден Председателем правительства Правительства Российской Федерации В связи со сложившейся ситуацией А именно остановкой строительства Поселка ЖСК Остров Мы члены острова требуем До конца 2019 года провести Наблюдательный совет Дома РФ И одобрить директиву правительства Российской Федерации Принятую 13 сентября 2019 года О предоставлении финансовой помощи Для завершения строительства ЖСК Остров На острове Русский в городе Владивостоке Второе Содействовать завершению строительства ЖСК Остров На острове Русский в городе Владивостоке В 2000-е Это в 100-м году В 20-м Всем спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова